Всем доброе утро. Программа «Точка зрения» в эфире Большого Радио. Вместе с вами Елена Игоньна. За режиссерским пультом «Любовь веселого» я с огромным удовольствием представляю. У нас в гостях депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Геннадьевна Матвеевна. Матвеева, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая Елена. Здравствуйте, коллега. Всегда очень приятно присутствовать в вашей студии «Большое радио». Спасибо. Потому что здесь царит теплая, можно сказать, домашняя обстановка, атмосфера. И очень приятно, доброжелательное общение. Настроение замечательное, поэтому я делюсь своим настроением с вами. Спасибо. То есть не было вот такого желания с утра «А, на радио надо ехать, а я бы лучше на озеро, на речку, куда-нибудь позагорать, покупаться». Конечно же нет, потому что замечательная летняя погода, светит солнышко, а от этого улучшается настроение. А работу никто не отменял, да? Работа есть работа. Работа есть работа. Так, работ сделано много, прямо скажем. И жители теперь уже района города Мурманска-Росляково наверняка, в общем и целом, оценили то, что произошло и то, что происходит. Я вспоминаю в стародавние времена, как мы только не называли Росляково, не в обиду жители, которые там проживают. И вот до них, наконец-то, добралось вот это благоустройство. Наверное, давайте начнем все-таки с ДК «Судоремонтник». Почему? Потому что, во-первых, это для молодежи, это для юных. И вот то переустройство, то пространство сопки, которое открылось, ребята давно хотели этого. И участвовали ли они в, скажем так, пожеланиях, что они хотят, чтобы было внутри? Вы знаете, ДК «Судоремонтник» — это центр духовного развития и притяжения всех жителей Росляково и гостей, которые туда приезжают. И мы очень рады, что открываются сопки во Дворце культуры. Потому что это будет одним из центров притяжения молодежи и мурманчан для того, чтобы провести с пользой дела свое время с друзьями, со знакомыми, с семьями. Уже там ведется ремонт на первом этаже в холле. Будет открыто это пространство, которое будет состоять из четырех зон. Это зал для зрителей, это игровой центр, это зона анимации и фотостудия. Поэтому закуплено оборудование новейшее, современное. Там даже можно будет попить чай и отдохнуть, пообщаться. Да, я просто посещаю самые разнообразные пространства сопки, в том числе арт-пространства, которые вот здесь есть на Софь-Пировской недалеко. И когда там проходит какой-то концерт, я получаю неимоверное удовольствие по одной простой причине, что я понимаю, что оборудование поставленное и установленное, оно отвечает самым высочайшим требованиям. Звук потрясающий. И искренне надеюсь, что в судоремонтнике будет то же самое. Да, конечно. Там будет мультимедийное оборудование, интерактивное, которым смогут пользоваться все присутствующие, которые там находятся. Но тем не менее, это все-таки серьезные материалы. Кого вы ждете? Какое возрастное, скажем так, возрастная дельта? Почему? Потому что понятно, молодежи в районе 18 и вокруг, им это мега интересно. А, например, если придут дети младшего школьного возраста, они смогут для себя что-то найти в обновленном пространстве? Я думаю, что да. То есть это мы как принято называть, да, молодежное пространство, сопки. Но туда могут приходить не только молодежи, все желающие. Да, конечно. И люди преклонного возраста и совсем малыши. Даже будет интересно, как отреагируют люди, которые давно живут в Росляково и ходили в судоремонтник на протяжении нескольких десятилетий. И как они оценят то, как преобразится это пространство? Потому что сразу четыре зоны, ну это дорогого стоит, прямо скажем. Я думаю, что они оценят положительно, потому что всегда интересное, новое, оно притягивает и заинтересовывает окружающих. Поэтому я думаю, что люди будут идти туда. Главное, чтобы не просто приходили, а участвовали, попробовали, творили, действительно с пользой проводили свое свободное время, которого не так уж и много. Проявляли свои творческие интересы, способности и познавательные, интеллектуальные. Ну и судоремонтнику тоже, там же можно сколько замутить, самых разнообразных мероприятий, конкурсы, выставки, все что угодно. Полет фантазии. Конечно, естественно, это просто здорово. Можно творить, мечтать. Это да. Так, смотрите, у вас еще каждое воскресенье с 14 до 16 при хороших погодных условиях, хорошее такое замечание, на площади Дворца культуры проходит танцевальная программа «Летние ритмы города». Летние ритмы города можно переделать в осенние ритмы города, в зимние ритмы города и в весенние ритмы города? Я думаю, что, конечно же, можно, если будет замечательная теплая погода, у людей прекрасное настроение, если можно будет танцевать и не только, а общаться, встречаться опять-таки же с друзьями, знакомыми, с коллегами и с пользой проводить свое время. Приходят жители, им это нравится, музыка звучит, притягивает, люди танцуют, вот именно действительно при хорошей погоде, потому что она сейчас у нас замечательная летняя, светит солнце, и людям это нравится приходить и танцевать. А там не происходит некого конфликта интересов, почему? Потому что если приходят молодые люди, им нужна одна музыка, а если пришли люди старшего поколения, им нужно совершенно иное. Как это все укладывается в рамках двух часов? Вы знаете, там музыка ретро звучит, то есть подвижная и спокойная, и медленная. Кто хочет танцевать быстрые танцы, танцуют быстрые, под быструю музыку. Если медленные, значит медленные. Дети как-то объединяются группками тоже, и к взрослым подходят. То есть все кружимся, веселимся, порхаем. Я думаю, что конфликтов интересов не возникает. Не возникает. Порхай как бабочка, жаль как пчела. На севере танцевать, вот сразу можно, раз, и новый слоган придумался. И достаточно серьезная тема, которую мы на протяжении многих программ обсуждаем в студии Большого Радио, это реализация проекта «Инициативы двора» и, опять же, участие в большой программе «На севере твой проект». С учетом того, что заявления на участие будут приниматься до 31 июля, чуть позже начнется голосование, кто-то заявился из района Рослякова «На севере твой проект». Про «Инициативы двора» там немного попроще. Мы сейчас в процессе, да, то есть изучив проблематику Рослякова, мы выделили три проекта для себя. Это дорога к храму с освещением, где будут лавочки, это ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Зеленый, скейт-парк, и лестница, ее ремонт, это в районе улицы Советская 9, Советская 17. Но все зависит от жителей, как они проголосуют. Если будет очень много голосов, то, конечно же, мы победим. Победы желаем всем участникам, хотя, безусловно, объять необъятное невозможно. Очень интересные, получается, проекты. Кто инициировал? Сами жители или это, скажем так, отдельные граждане? Смотрите, если мы говорим о проекте «Инициативы двора», то это общественный проект, и инициатором его является Ассоциация муниципальных образований города. Если мы говорим «На севере твой проект», это проект губернатора, где также люди спрашивают, как принять участие в этом проекте «На севере твой проект». Очень просто. То есть здесь нужно просто выбрать социально значимый проект, сформировать инициативную группу не менее 10 человек, провести собрание, допустим, многоквартирного дома. Да, и собрать документы, свой проект инициировать на портале «Наш север», следить за тем, чтобы люди голосовали онлайн голосование, и далее уже следить за тем, кто победит, и в итоге контролировать реализацию этого проекта. Участвовать может любое физическое лицо, достигшее 15-летнего возраста и имеющее, как сказать, на госуслуги. А, зарегистрировано на профиле на портале госуслуги. Да, почему? Потому что одно дело выдвинуться, а другое дело потом заразить этой идеей своих друзей, родных и близких, жителей, вместе с которыми ты проживаешь, дабы они приняли самое непосредственное участие в голосовании. А голосов там нам надо брать много, чтобы победить. Голосуйте, голосуйте, пожалуйста, голосуйте. Мы же потом будем все вместе радоваться, что у нас так будет замечательно, красиво, уютно, комфортно в Росляково. Есть какие-то ваши личные наблюдения о том, какие они, жители Росляково? Почему? Потому что мы, опять же, очень часто сетуем на то, что не так много у нас людей, которые могут на себя взять некую ответственность, вот именно организаторскую, и сподвигнуть на то, чтобы поучаствовать, безусловно, в проекте, который принесет пользу всем. Люди по-прежнему остаются, в лучшем случае, спокойные, много равнодушных, много скептиков, которые, а, там, зачем это надо, не получится, да. Что в Росляково? Вы знаете, правильно вы сказали, что все-таки нужно как-то людей заразить, да, рассказать, что вот существуют такие проекты, что давайте попробуем как-то, чтобы была искра в глазах, я не знаю, инициатора, да, чтобы люди захотели попробовать и действительно увидели результат. Вот, допустим, сейчас мы уже приняли участие в первом проекте, в первом этапе проекта инициативы двора, и уже есть результат. На улице Приморска установлено ограждение для палисадников, это, ну, такая конструкция легкая, из железного металла, она не глухая, туда могут проникнуть лучи солнца, да, для того, чтобы растения росли, прочная конструкция, то есть уже поставлено ограждение по Приморска-7, как я уже сказала. И на сегодняшний день частично выполнено еще три проекта, вообще в общей сложности планируется 14 проектов по инициативам двора, потому что люди захотели и проявили инициативу. И вот три проекта, это на улице Советская-19, Советская-7 и Приморская-10, там установлены лавочки, сегодня-завтра должны установить урны. Поэтому ждем завершения этого проекта, но и наша задача, конечно, жителей и депутата, сохранить все это оборудование, чтобы оно прослужило дольше, и чтобы мы все радовались вместе. — Казалось бы, ведь самые банальные пожелания, чтобы было на чем посидеть, чтобы было куда выкинуть мусор, с полисадниками сложнее. Там, наверное, из-за того, что машины пытались поставить на зеленые зоны, попросили люди-полисадники, чтобы наконец-то перестали портить. — Нет, вы знаете, там уже у некоторых была оборудованная зона, то есть какой-то старенький заборчик стоял. То есть это такая зона, которая вот именно возле многоквартирного дома. И люди, кто-то хотел обновить, кто-то просто облагородить, сделать, чтобы было уютно и красиво. Поэтому сейчас вот дальнейшие проекты, которые уже на второй этап планируются, а это до заявки собираются до 30 августа и реализация будет до 30 сентября, то здесь в основном вот такие большие проекты. Это установка ограждения для полисадников. Жители хотят. — Жители, конечно, хотят. Жители Врасляково тоже увлекаются придомовым садоводством? Есть у вас... — Есть очень много, да, жители, которые сами вносят личный вклад и копошатся там вот сейчас, завозят землю, то есть подают заявки. — Подают заявки от инициативы двора, чтобы привезли? — Да, 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 конечно. И просто подают, даже те, кто не участвует в этом проекте, подают заявочки, чтобы завезли землю и завезли рассаду, да. — И кусты, я знаю, да. — Да, кустарники, там всякие пузыри плодник, сирень хорошо, да, цветёт, растёт. Вот, ну, правда, приживается не очень хорошо, но когда она приживётся, да, радует нас своими цветами. Поэтому есть такие и бабулечки, и среднего возраста жители, которым нравится это, заниматься землёй, цветами, делать красоту вокруг своего дома. — Да, во-первых, вроде как делаешь то, что тебе нравится, а потом радость уже получается для всех. — Да. — Инициатива двора, немного поподробнее остановимся, почему? Потому что мало того, что надо выдвинуться, придумать, что мы хотим или вы хотите, надо собрать ещё голоса. И там, в зависимости от количества собранных голосов, разнится сумма, на которую можно претендовать, прямо скажем. Соберёте 20 голосов, это будет вот такой спектр работы. Соберёте 50 голосов, если большой дом, вы можете замахнуться на нечто более масштабное. Хорошо собираются голоса? — Ну, по-разному, да, собираются, но те, кто хотят, они подписывают эти заявки. Ну, вообще, максимальная сумма проекта — это 200 тысяч, это максимальная. Здесь нужно собрать не менее 50 подписей, но жители собирают даже больше. — Даже больше. — Да, больше, да. Ну, и всё-таки это конкурс на основу, и жители должны понимать, что в конкурсе выиграет тот, у кого собрано больше подписей. — Больше всего голоса. — Да, если, например, 50 или 70, естественно, выиграет тот проект, где собрано 70 подписей. Поэтому расстраиваться не нужно. Даже если кто-то не пройдёт и не победит в этом году, то в следующем году этот проект продолжает свою работу, и можно постараться и принять участие, и я думаю, что нас заметят. — Это да, это другая часть работы, чтобы люди не расстраивались. Почему? Потому что руки опускаются, ну, как так, мы старались, собирались. Ну, это повод для того, чтобы растормошить своих соседей, своих друзей, познакомиться, наконец-то, с теми людьми, с которыми ты проживаешь в одном доме. Ну, и, в общем и целом... — Ну, да, это сближает. — Сближает, да. — Люди начинают общаться, знать своих соседей. — Да, у нас было красиво. Задумка чудесная, главное, чтобы она реализовывалась точно так же. Прекрасно, распрекрасно. Так, а ещё, ещё обновление городской инфраструктуры. Когда в Росляково приезжаешь, ну, да, вот стандартный такой район, пятиэтажечки, девятиэтажечки, всё просто. Я последний раз... В прошлом году я была в Росляково, не так часто туда езжу. Нужда в хороших дорогах есть в районе? — Конечно, есть. В рамках губернаторского проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируются дороги в районе Росляково. В настоящий момент отремонтированы дороги на улице Советской, от улицы Советской, 19 до улицы Заводской, котельной. На улице Школьной отремонтированы дороги и по улице Приморской. То есть большая часть дорог отремонтировано, асфальтобетонное покрытие и тротуары также. — Это в рамках того, что было запланировано? — Да, это проект «Безопасные качественные дороги». — Да, это губернаторский проект. — Тоже губернаторский. Я смотрю, у нас куда не... — Много очень всяких проектов. — Да, очень много проектов. — Это здорово, где можно участвовать. — Да, всем исключительно благодаря Андрею Владимировичу происходит. Вот тем не менее, что ещё жители хотели бы видеть в своём микрорайоне? Понятно, дороги — это здорово. Конечно же, пространство внутри домов, вокруг домов — это тоже замечательно. Интересный проект, вот вы упомянули о нём «Дорога к храму». Там всё так печально, что подались на участие на Севере твой проект? — Ну, там есть дорога, но, естественно, нет освещения. Естественно, она не асфальтированная, да. То есть хочется... Нет лавочек. Бывают, идут бабулечки, бабушки, им тяжело дойти. Хочется сесть, посидеть, отдохнуть. То есть хочется, чтобы это было... Особенно это заметно в поляровую ночь, когда нет освещения, темно, а в храм ходят люди. Поэтому хочется, чтобы эта дорога была благоустроена. — Но это всё, безусловно, борьба только начинается. Это то, что если победит на следующий год... — До 25-го года, да, реализация проекта. — А в минувшем году, вот, например, в прошлом году были заявки на участие на Севере твой проект именно от жителей Рослякова? — Ну, вот в прошлом году не было. — Не было. — То есть они только в этом году подключились? — Да, да, да. — Информированные не очень, судя по всему? Или как? Почему так происходит? — Ну, может быть, как-то информация не прошла или что-то. Скорее всего, я думаю, что да. Потому что, ну, сейчас как бы это больше идёт осведомлённость, информирование в соцсетях, в газетах. Везде люди разговаривают об этом, узнают и хотят принять участие. — Ну, чаще всего, да, через соцсети. Конечно, здорово. Да, для наших радиослушателей, не только жителей Мурманска и Рослякова, и вообще все, кто нас слушает, пожалуйста, зайдите на портал НашСевер, спуститесь немного вниз, и вы увидите вот ту самую программу «На севере твой проект», в которой вы можете поучаствовать, а может быть, даже должны поучаствовать, если вы хотите, чтобы вокруг вас было комфортно и красиво. Да? — Да, вы знаете, думаю, что порой даже самые фантастические идеи, они всё-таки реализуются, если очень захотеть, если командный дух и если все вместе постараться. — И, кстати, про 15 лет и наличие аккаунта на портале госуслуги. От юных, мне кажется, поступают вообще очень интересные заявки. Да, если они победят, это было бы здорово, но тем не менее обращать на них внимание тоже нужно, потому что если дети хотят, то взрослые 100% должны откликаться. — Ну да, молодёжь — это наше будущее. — Молодёжь — это наше будущее. — Пусть проявляют желание, приобщаются взрослым. — Обязательно. Возвращаясь к сопкам, которые будут в ДК «Судоремонтник», как долго продлятся работы и успеваете в срок? Всё по плану идёт? — Я думаю, что да, всё по плану. И вот до конца лета, то есть в летний период, эти сопки, они должны открыться. — То есть подрядчик, который работает, удовлетворяет требованиям поставленным? — Да, да. — Хорошо, почему? Потому что потом будут возникать вопросы. Обещали к сентябрю, а что-то где-то задержались. Но если это какая-то мелочь, это не особо будет заметно. — Ну стараются, делают, да, и все заинтересованные работники Дворца культуры, судоремонтник, все контролируют, ходят, смотрят. И депутаты, администрации, и сами работники, и жители. Поэтому это очень важно, чтобы ещё работы были качественные. — Когда занимались проектированием всех нововведений в судоремонтнике, люди, которые там работают, они принимали участие? — Я думаю, что да. — На уровне хотя бы показать? — Совсем глубину, да. Я не знаю, но я думаю, что да. Конечно же, самое главное участие они проявляли. Они и решали, что хотят, и что там будет, и предлагали свои идеи, предложения. Усказывали мысли. — Конечно, прислушиваться-то надо. Когда мы здесь в студии разговариваем с депутатами, я всегда задаю этот вопрос. Только ли с предложениями по благоустройству приходят люди на приём к депутатам? — Да нет, конечно. Они приходят и с личными проблемами, и по работе управляющих компаний «Больная тема». С разными совершенно. Приходят даже просто пообщаться. Например, одинокий человек, ему не хватает общения. Он приходит просто поговорить. А потом в итоге уходит и понимает, что от чего хотел-то. — Просто поговорить. — Оказывается, просто поговорить. Даже такие моменты бывают. — А его надо направить в новое пространство, в Сомке. Почему? Потому что он там не исключено найдёт своих единомышленников. — И делаем, и направляем, и на танцы тоже. И приходят, и радуются вместе с нами. То есть какое-то общение людям нужно к развитию. — Конечно. По поводу жалоб на управляющие компании. Понятно, что жилищный коммунальный блок, он самый больной для каждого первого жителя этого города. Как происходит по итогу решения этих проблем? Возможно ли нас всех примирить с управляющими компаниями в хорошем смысле этого слова? Чтобы это был всегда конструктивный диалог. Жалобу написать и кляузу озвучить, придя на приём к депутату, это проще простого. А цена вопроса сделать так, чтобы работали совместно управляшки вместе с жителями. Получается это? Вот эта реконструкция отношений? — Знаете, конечно, не хотелось сегодня говорить о проблемах, которые существуют, а хотелось именно о хорошем, о развитии. Я думаю, что можно найти конструктивный диалог, разговор, к чему мы и стремимся, что мы и делаем, работаем с управляющими компаниями. Мы понимаем, что у всех работы много, но все стараются, и, конечно же, результат есть. Если что-то нужно решить оперативно, оно решается оперативно. А если длительно и требует больших финансовых затрат, то, естественно, это длительное время. — Ну, мне кажется, да. Если всё-таки людей по-хорошему на одной пространстве, на одной встрече подружить, пусть будет это так, то больше будет толка. Почему? — Ну, когда ты предъявляешь только претензии, это ни в коем случае не провоцирует на хорошую качественную работу. — Нет, мы же должны понимать, да, что нам нужен итог положительный. — Да, просто вчера мы тоже встречались с депутатами, и они рассказали очень удивительную вещь. Почему? Потому что на фоне участия в проектах «Инициатива двора», на фоне принятия участия в программе «На севере твой проект» люди начали не то что объединяться, у них появились наконец-то там домовые чаты, и это не врата в ад, которые раскрываются. Нет, там полился как раз-таки конструктив, предложение, обсуждение. Раслякова уже не исключение. Есть у вас такое явление? — Есть, да, также домовые чаты, но на сегодняшний день почему-то люди не очень активно включаются в эти чаты. — Вот да, мы вчера много времени этому посвятили. — Ну, у некоторых, если мы берём люди старшего поколения, то кнопочные телефоны, они не знают, как это и не владеют. Некоторые просто не хотят, но всё равно сейчас мы идём к тому, что эти чаты создаются, и большинство людей, они заинтересованы в этом, потому что не нужно обходить квартиры, не нужно с кем-то встречаться на улице, а можно просто написать в этот чат и решить какую-то проблему, и чтобы был, как вы говорите, конструктивный диалог. — Начинается всё с чатов, а потом всё это может перерасти во встречи, например, у себя на участке, во дворе. — Да, общие собрания, решения. — Да, общие собрания, на которые не собрать, не собрать людей. Очень пока всё тяжело двигается, объявление висит, по итогу приходит раз, два, спасибо. Всё, все остальные пропускают это мимо ушей. Но, тем не менее, спроси каждого первого. Все хотят, чтобы во дворе было всё, и урны, и лавочки, и палисадники, и заборы. Но прошло то время, когда всё это ложилось на плечи исключительно управляющих компаний. Неважно, кого, надо сейчас принимать участие и самим всё-таки проявлять инициативу. — Проявлять инициативу, поэтому мы говорим, что, уважаемые жители, проявляйте инициативу, участвуйте, потому что всё зависит от нас с вами. — Как сейчас, в разгар весьма тёплого, даже порой горячего лета, складывается работа депутата. Почему? Потому что вам нужно вот это проконтролировать, вот это посмотреть, вот это проверить, и плюс ещё депутатские приёмы. Хватает времени на всё? — Конечно, потому что работа ведётся по плану. Раз в месяц это осуществляю официальные приёмы. Также жители связываются со мной в соцсетях, звонят по телефону. То есть в любое время они знают и могут со мной связаться. А сейчас, так как благоприятная погода, поэтому больше выходов на улицу, общения с жителями, вопросы, ответы, решения, планирования. То есть работа ведётся в соответствии. Ну и так как работа депутата — это всё-таки связь жителей с властью, да, то есть моя задача — это собрать наказы жителей, мурманчан, северян и передать их уже в организации, которые непосредственно занимаются решением данных проблем. — Есть ощущение того, что люди начали разворачиваться именно в сторону власти. Вот с помощью вас, с помощью депутатов стали больше приходить, стали большим делиться, предлагать, инициировать что-то интересное. Почему? Потому что, ну как бы то ни было, несколько лет назад всё-таки это такая была очень вялая связь для очень настойчивых граждан. А сейчас, как мне кажется, разворачивается, тенденция меняется, к вам стало больше приходить. — Вы знаете, это очень радует, да, потому что другой раз сидишь на приёме, нет людей, переживаешь, а почему? Значит, может быть, мало информации, да, как там, значит, какие-то вопросы решаются, депутатам не нужен. Но сейчас понимаю, что с каждым разом люди начинают всё больше приходить, интересоваться каким-то проектом, каким-то вопросом. Это очень радует, конечно, потому что идёт обратная связь. И понимаешь, для чего ты нужен-то? — Ну так и объём работы уже увеличивается. Но силы, значит, есть, да? — Ну, конечно, стараемся. — Старайтесь. Нет, то, что вы стараетесь, мы уже заметили, честно говоря, по тому, что происходит в городе. Так, давайте подводить итоги, у нас не так много времени осталось. К, надеюсь, к осени в ДК «Судоремонтник» будет открыто молодёжное пространство СОПКИ, да, со всеми этими потрясающими четырьмя зонами, где можно будет заняться творчеством на любой вкус. Неважно, хотите ли вы петь, хотите ли вы играть в компьютерные игры, хотите ли вы заниматься анимацией, занимательной фотографией и иже с ним, и всё, что вокруг вот этих активностей, это всё будет присутствовать в ДК «Судоремонтник», правильно? — Да, совершенно верно. Инициатива Двора, она продолжается, можно ещё поучаствовать. И остались считанные дни, сегодня у нас 26-й, слава богу, вспомнила. До 30-го июля осталось несколько дней, включая сегодняшние пять дней, для того, чтобы попытаться заскочить участникам в программу «На севере твой проект». Но надо постараться. — То есть надо поспешить, да, потому что времени всё-таки 26-е, 4 дня осталось. Поэтому нужно спешить. — Думать долго не надо, надо быстро собирать жителей, надо выяснить, что мы хотим, выбрать самое приоритетное направление и податься, а потом уже перейти в августе к другой категории работы, это проголосовать. — Дороги есть, ремонт тоже будет завершён. — Освещение есть тоже. — Освещение тоже. — Да, да. На улице школьной, на улице молодёжной модернизировано освещение, установлены новые опоры наружного освещения и светодиодные светильники. — Светодиодные, наконец-то они будут мало потреблять электроэнергией. — Это точно. — Да, последнее. Ваши пожелания нам всем и себе в том числе. — Вы знаете, пользуясь случаем, конечно же, хотелось поздравить всех с днём военно-морского флота, которое будет у нас, наш замечательный праздник. — Воскресенье. — Стоится в воскресенье. — Да, поэтому всем крепкого здоровья, огромного счастья, оптимизма, бодрости, силы духа и замечательного настроения. — И инициативности всем напоминаю. — Это самое главное. — Да, самое главное. Напомню всем, что у нас сегодня в гостях депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Геннадьевна Матвеева. Вам огромное спасибо. Приходите, почему нам интересно всегда спросить, что по итогу получилось. — И вам спасибо большое. — Спасибо, до новых встреч. — До свидания. — До свидания. — До свидания.